24 бизнеса который приехал разных больших да спасибо мне очень сады ваши нравится сады писташковые и абрикосовые значит он приехал в москву приехал в москву было у него работали вы гастарбайтером да да полгода полгода гастарбайтером вот а сейчас про него фильм выйдет кинотеатрах москвы целый фильм на большом месте спланируется вы это уже в кинотеатрах апрель месяц будут уже фильма сериал будет где-то осенью по телевидении а как называется фильм как называется фильм который по кинотеатрам называется один на миллион до который по этим выходят сериал 5 сериал вот называется путь наставника путь наставника отлично теперь у меня я хотел бы чтобы была польза от нашей с вами встречи большая для людей вот расскажите какая у вас главное убеждение которое вас двигает по жизни вот знаете у меня я знаю ты можешь это мой девиз да я знаю как у вас главное убеждение главное убеждение которое меня действительно мотивирует вдохновляет постоянно я читаю что моя жизнь она это единственный что у меня в руках это единственное что я могу сделать богате единстве что я могу сделать интересно поэтому максимально его потратить чтобы быть полезным это гриф главное что мне действительно по жизни двигая везде неважно какой параметры жизни до везде быть полезным с друзьями на как-то надо быть полезным другом если партнерам, как-то надо сделать так, чтобы партнер остался в выигрыше. А если там даже гражданин этой страны, надо сделать так, чтобы тебе была польза какая-то. То есть в любом обществе, даже в любом кругу, даже если поужинать с кем-то, надо сделать так, чтобы это был не просто там праздник живота, скажем, по простыми словами. Чтобы это была какая-то полезная беседа. Вот, даже если сейчас мы с вами общаемся, максимум сделать так, чтобы каждый участник, который слышит нас, чтобы от этого он хоть что-то брал пользу. Максимально быть полезным. Значит, я тогда сформулирую. Значит, первый главный принцип ваш, который вас двигает по жизни, привел вас к успеху, к большому успеху, это желание приносить много пользы людям. И каждый раз, заходя в новую ситуацию, вы думаете о том, как принести пользу другим людям. Отлично. Теперь тогда другой вопрос. Вот многие задают вопрос, а как найти свое призвание, вот чем в жизни заниматься? Вот как вы нашли свое призвание? Вот именно предприниматель. Кто вы, кстати? Как вы себя сами определяете? Кто вы? Я больше всего как бизнес-наставник. Больше всего. Да. Я в бизнесе пришел через... Сначала я много занимался инвестированием. По чуть-чуть зарабатывал, инвестировал, по чуть-чуть зарабатывал, инвестировал. Я сначала стал инвестором, а потом пришлось стать бизнесменом, потому что надо было контролировать те бизнесы, которые инвестировали иногда. Некоторые банкротились, некоторые пришлось продавать, некоторые доли отказаться вообще и так далее. Потом вынужден научиться бизнесу правильно. Управлять. А на чем зарабатывали? Большей степени я в жизни... Да. Большей степени я в жизни бизнес-наставник, а в бизнесе, и сам в бизнесе... Я построил бизнес, потому что понимаю, что без стабильного дохода будущего строить почти нереально в современном мире, в котором мы живем. И максимально надо испытать свою жизнь, реализовать себя во всех параметрах. А тот вопрос, который выздавали о том, что... Как найти свое призвание? Как найти свое призвание? Просто надо... Я всегда сам подошел к этому через трех вопросов. Это три вопроса вовремя надо себе задавать. И первое, на что я готов потратить... На что я готов потратить оставшие дни своей жизни? Они все равно пройдут. Первое, на что я готов их потратить? Второй вопрос такой был. Как я могу быть максимально полезным, чтобы жизнь была интересной? Второй вопрос. И третий, что я могу делать очень хорошо? Очень хорошо. У меня хорошо получается, легко получается. И можно сказать, чтобы... И одновременно она помогла мне быть счастливым. Вот это очень важно. Очень важно, чтобы почувствовать. Вот это три вещи... Я посмотрю, что действительно хорошо у меня получается. Хорошо получается быть дипломатом, с людьми общаться, разговаривать и так далее. Я заметил, что у меня хорошо получается вдохновлять людей, хорошую мотивацию давать и так далее. Потому что жизненный путь, наверное, так сложилось и так далее. И потом заметил, что у меня действительно это хорошо получается. Потом, когда я начал это все мысли принести в книги, а книги люди начали покупать и получать результаты и так далее. Я думал, почему бы это не продолжать? Да. Отлично. Это если речь идет обо мне. А когда люди меня тоже спрашивают, как найти свое призвание, свою сильную сторону и так далее, я убежден, что бесполезных, бездарных людей нету на земле. Только есть люди, которые не поняли, в чем их призвание. Потому что бесполезных людей Господь никогда не создает. Так не бывает. Так не бывает. Вот все то, что мы создали, если так посмотреть, машине, телефоне, все, мы используем их по предназначению, тогда польза больше от них. А если мы этот телефон используем как молоток или как что-то, его жизнь быстро заканчивается. Человек тоже сами. Если он свою собственную жизнь по предназначению будет использоваться, от него будет больше пользы и роста. А если он не так делает жизнь, иногда сломает его намного раньше. Духом сломается. Хорошо. Я сейчас хочу просто несколько писали вопрос, чтобы сформулировать еще раз эти три вопроса главных, то, что вы сказали, чтобы запомнить. Спасибо. Первое, значит, первое, вы сказали, что первый вопрос, чтобы найти свое призвание, это чему я готов посвятить остаток своей жизни. Правильно? Да, да. Второй вопрос, это где я могу принести максимальную пользу людям. Да. И третий вопрос, это, значит, чем я люблю заниматься, от чего я получаю счастье во время работы. Что хорошо у меня получается. Действительно хорошо получается. И это делает меня действительно счастливым. Вот это очень важно. Выйдет, выйдет, кстати, по нашему интервью, мы потом сделаем, я сделаю статью, и будут все, что мы рассказываем. Сейчас мы сделаем распечатку, и на портале 5сфер выйдет эта статья о нашем интервью, потому что оно очень полезно людям. Да. Двигаемся дальше. Значит, у вас жизненный принцип, главное, это приносить пользу. Вы нашли свое призвание эти три вопроса. А теперь скажите, пожалуйста, вот как вы планируете, я понимаю, что у вас очень много разных дел, ну, разных возможностей дел, когда ты хочешь приносить пользу людям, они хотят с тобой общаться, и каждый свое что-то... Как вы выбираете, чем заниматься, чем не заниматься? Порядок приоритетов. Да, это одна из самых важных вещей. Один из самых важных вещей, потому что сутки – это 24 часа. Это неважно, там, нам будет хоть 90 лет, или хоть 70 лет, или хоть 15 лет, все равно сутки 24 часа. Это означает, что проходимость, время течет по 24 часа. Вот в этом диаметре. А вот система приоритет – самая важная вещь. На что мы потратим время, в конце концов, мы становимся таким человеком. Поэтому приоритет я выбираю именно из тех, кто соответствует моей стратегии моей жизни. Стратегии моей жизни. Это что означает? Когда мне было где-то 8 лет, мама отдала меня наставнику. Мой наставник мне очень много обучал именно о духовной ценности, о восприятии жизни. Когда 14-15 лет был... Это был Коран, да? Вы Коран изучали? Да, это Коран, это вообще ценности жизни, человечности и так далее. Когда потом 14-15 лет был, однажды он сказал такую фразу. Он сказал, что... Снок, ты в мире ничего не изменишь. Тебе надо понять это, что ты можешь, если что-то изменить, это создать свою собственную жизнь, именно как ты хотел бы. Я пришел домой и начал сидеть, думать. Ага. Большинство людей, большинство людей, возможно, живут как мечтают. Я был молодой, я так думал. Молодой все так думают же. А в взрослой жизни сейчас по-другому понимаешь. Понимаешь, что не все люди живут как мечтали. Люди живут так, как получается. Сейчас я это понимаю. Но тогда я не понимал этого. Я думал, почему бы, если... Если моя жизнь от меня много зависит, почему бы мне его не сделать так, чтобы я прожил его так, как я хочу. Я его представил так, как комната. Думал, если это комната, ты вносишь туда то, что тебе нравится. В своей собственной комнате. А если это моя жизнь, давай я его украшаю так, как я хочу. Я просто взял тупо и написал. Идеальная картина моей жизни и расписал все, что я хотел, чтобы там было. Это был первый пункт. Второй пункт был такой, что потом я их раскидал по календарный год. Календарный год раскидал, я помню до сих пор, требовало 104 года, чтобы все то, что он написал, это все стало реальным. 104 года. Это было 14-15 лет у меня. Потом я думал, думал, ладно, давай на 100 лет буду как-то, не буду приходить. Я как-то вот построил их на 100 лет. Я не понимал это, почему, как я так делал это. Но следующий шаг, интересная вещь. Потом я под него начал думать, что я должен читать, или что надо уметь научиться, чтобы со временем эти вещи стало возможным. Там было так, 20 лет, что должно быть появиться в моей жизни. 25 лет что, 28 лет что. Там было написано, объезду весь мир, маму отвезу в Мекке, я буду жениться в таком-то году, и у меня будет столько детей, когда-то у меня дом появится и так далее. Например, написано было, 48 лет, я стану доктор наук и так далее. Вот так и было написано. И почему-то было написано, я буду богато жить. Вот так и было написано. Ну, не было написано миллионером, я буду богато жить. Самая интересная вещь, когда мне было 33 года, я построил дом маме к шлаке, и когда приехал туда, два дня у меня как-то было более свободное время, дом построить, стройка рабочая работает, и я вдруг, я спрашиваю мама, где моя библиотека? Она говорит, вот собрала все коробки там. Я пришел, смотрю, я нашел вот этого общего албом, тетрада, где было написано. Вы знаете, вот что я заметил там? Но почти 80, может быть, 90% из того, то, что я написал, что за 100 лет должно появиться в моей жизни, это вещи у меня уже были. Смотрите, 48 лет я написал, что стану доктором науки, я стал доктором науки, 27 лет. И тогда я кое-что понял. Я думал, ух ты, если я написал, что за 100 лет должно появиться, но она появилась раньше, значит, тут есть какой-то механизм, которым мне надо управлять его. Я начал писать заново. Я начал писать заново. Честно скажу вам, сейчас то, что сейчас я сделал, из того, что сейчас у меня есть, это 5% из того, что теперь надо делать. Да, уже новый план. Уже новый план. Конечно, новый план. У меня очень большие цели. Я расписал, что я хочу оставить после себя. Я уже вижу конца своей жизни. И иногда люди мне говорят, по нашей религии, люди мне говорят, что это неправильно планировать и так далее. Все от Бога. Я говорю, послушайте, запомните, фермер весной должен знать, что сажать. Он должен сажать и пахать. Это важно. Только тогда осень он получает. Если весной он сажал морковку, он осенью морковку собирает. Если весной сажал лук, он осенью лук собирает. Вот это очень важная вещь. Даже, я не знаю, сколько лет мы будем жить, но даже если даже умру раньше, по крайней мере, те годы, которые прожил, полезнее. Да. А у меня к вам вопрос. Как в исламе, вот в исламе, когда вы молитесь, там есть место для личных просьб? Вот когда ты просишь там во время молитвы, есть специальное место, да? В конце молитвы. И вы там просите, чтобы... В конце молитвы. Обязательно, извините, что вас перебил. Извините, что вас перебил. Я каждое утро один час читаю Коран. Каждое утро один час в протяжении многих лет. И утром, до утра намазы я ставлю читаю. И всегда все то, что мне нужно, я прошу. Потому что так сказано, утром, вечером просите. Да. И так сказано, да. Поэтому я это так делаю. Вот. А вы во время молитвы визуализируете, или вы просто просите, чтобы Аллах дал вам вот то, что вы запланировали? Как это работает? Да. Я скажу, что, вот так скажу. Я прямо слов до слов попробую сказать. Я все вишни. Я не всегда могу видеть все то, что ты даешь моей судьбе. Руководи моей жизнью сам, веди меня с правильными людьми. Конечный мой путь сделай благословенными. Оберегай меня от ошибок, от соблазна, от недоразумения. Дай мне дети, которые я могу восхищаться и гордиться. Дай мне богатство, которое я могу потратить на благо. Дай мне знание, которое принесет мне благо и успех. Если в трудности я попал, дай мне силу преодолеть его. Дай мне силу, чтобы я мог преодолеть эти трудности. Все то, что происходит в моей жизни от тебя, в этом твоя воля. А твоя воля для меня очень желанна. Только дай силу терпения до конца дойти. Вот я это постоянно говорю. Аминь, аминь, что Бог услышал вашу молитву, что было благословение. Спасибо. Да, хорошо. Значит, когда вы настраиваетесь на то, чтобы принести пользу и ваши цели, чтобы принести пользу, то, естественно, Бог помогает, потому что Он добро, и просто вы становитесь проводник добра. Да, да. Честно скажу вам, честно скажу вам, когда думаешь, как больше пользы принести, странным образом нужные люди появятся сами. Да. И нужные ресурсы появляются. Нужные ресурсы тоже появляются. Я пришел к пониманию, что сила человека не в деньгах или даже не в знании, сила человека в намерении. Да. Насколько внутренние намерения будут правдивыми, честными, искренними, сама жизнь очень справливая, и Господь руководит тебе и помогает. А кто вы, когда вы родились, когда у вас день рождения? 6.06.78. Я близнецы. Близнецы. Хорошо. Значит, интересно. А у меня 5.05.73. У меня 5.05.73. Да. Хорошо. Спасибо. А как вы думаете, вот то, что у вас была четкая, понятная цель, которую вы себе распланировали, стратегии и так далее, именно это помогло вам или это не так важно, чтобы иметь прям четкую цель? Или это очень важно? Это очень важно. Это очень-очень важно. Я считаю, что один из самых главных, вот это важно. Понимаете, когда есть конкретные цели, даже если образования нету, цель есть, потом начнешь учиться те знания, те навыки, которые поможут достигать эти цели. Это очень важно. Это важнее, чем образование. Это важнее, чем все остальное. Жизнь без цель, она бессмысленная жизнь. Потому что я понял, что человека делят счастливым именно достижением мельких-мельких целей. Достигая их потихонечку, уверенность в себе растет. Чувствуешь себя реализованными. Вот. Сам путь к этой цели, в них заключается счастье. Да. Не сами вещи или чего-то, или того, а сам как процесс это делят. Человеку очень вдохновляет жизнь необычным. Потому что путь к этой цели будет неровным, она будет обязательно тернистой подъемами, спусками, ошибками. Я очень много ошибок совершал в жизни, но не отказался от цели. Я верю, что цель нельзя изменить. Можно пути изменить, но цель никогда не надо изменить. Если ты выбрал эту цель, это выбор. Надо до конца дойти. А вот технически, вот как вы советуете, там, на Новый год делать цели, или на день рождения, может быть, или раз в месяц, или когда. Да, технически. Я каждый год это, я делаю так, я скажу вам так. Я настолько приписал эти цели после вот этого, когда 33 года был, когда видел, что это все религия, я настолько приписываю эти цели каждый месяц один раз, все цели до конца своей жизни. Я их приписываю каждый месяц один раз. Из памяти приписываю, чтобы они у меня всегда были в зоне внимания, чтобы я не забывал, куда-сюда не отвлекался и так далее, чтобы зона внимания не была. я приписываю их, у меня есть общая тетрада, руками пишу, честно скажу. Компьютеры тоже набираю, но руками пишу. Она запоминается. Да, что даже если во сне кто-то меня спросит, что, например, да, Влад, когда тебе будут 50 лет, что будет твоей жизни новое, или когда ты умираешь, что ты хочешь оставить. Я во сне даже могу сказать, как свое имя говорю. Почему? Чем чаще это точно, ясно, я пребывал в своей мозге, она намного проще начали появляться и реализоваться. Поэтому, а технически я бы рекомендовал, я делаю это каждый год, но и каждый месяц пишу, например, да, но новым людям, я говорю, каждый год делай, хотя бы в начале года делай, в начале года это делай, чтобы был календарный год измеримый. Понял. Хорошо, теперь у меня есть еще один вопрос, такой вопрос у меня есть. Вот у вас 24 бизнеса, 24 разных бизнеса. Теперь, ну, известный же закон Парета, 20% действий приносят 80% результатов. Да. То есть, получается, что 20% из этих бизнесов, они основные, и 80% они не основные. Так, а зачем вам столько? То есть, может быть, лучше взять эти основные бизнесы и их развить до мировых? Да, можно так. У меня же, помните, в самом начале я был инвестором. Инвестор мыслит как? Для инвестора самое главное это диверсификация, а для бизнесмена это специализация. Бизнесмен должен вникать в каждый бизнес-процесс, каждый детал, контролировать. Бизнес это управление, а управление это контрол. Где нет контроля, измеримости, там нет управления. Поэтому, поскольку я сначала был инвестором, я начал вкладывать разных бизнесов и так далее, я всегда фокусировался в том, чтобы как-то минимизировать риски. Поэтому я учитывал отрасловой риск, учитывал политический риск, поэтому бизнес разных государств у меня. И получается валютный риск, чтобы девальваться, вот эта инфляция и так далее. Потом, соответственно, сам растущий рынок, то есть балансировать. Развитый рынок есть? Есть развивающий рынок. То есть, например, Европа, Америка это развитый рынок, а у нас там развивающий рынок и так далее. Вот эти все балансы, они у меня 14 параметры, я это все составлял и по ним работал. Инвестировал туда-сюда, покупал доли и так далее. У меня было мышление было такое, иметь один бизнес 100% свое, либо иметь из 20 бизнесов по 5%. Тоже будет 100%. Но риск меньше, потому что так. Но главное, надо четко понимать, как выбрать проект и как заходить в проект. Точка входа, точка выхода, когда можно зайти, когда выйти и так далее, и так далее. Поэтому, но когда от инвестора я питался потом, некоторые бизнес не пошли, я начал стать бизнесменом, правда, это был адский труд. Это было очень тяжело, потому что управлять тяжело, контролировать тяжело, сложно было. Но слава богу, я создал холдинговый модел. Я создал за эти годы, создал хороший холдинговый модел. У меня отдельная команда в России, в Москве, которая управляет российской компанией. Отдельная команда в Алматы, которая управляет алматинские. Есть отдельная, которая в Бишкеке, Кыргызстане. Отдельная, которая управляет в Таджикистане. Я сейчас нахожусь в Америке. В дальний момент владельцы Америки. И я думаю об этом, сейчас свой холдинг здесь тоже сделать. Потому что твердая валюта тут. Мне нужна твердая валюта. И это очень важно для меня. Потом я построил бизнес-модель таким образом, построил инвестиционный модель, что сначала, как вы говорили, закон Паретта, 20% например, дает, из этих бизнесов, которые у меня, например, из 24, например, скажем, что 4 или 5 из них аккумулируют больше денег. А я фокусировался на них, построить живые деньги. Это что? Денежный поток. 60% свой капитал я аккумулировал именно в них в самом начале. Я построил больше 500 магазинов в разных брендах. Техники, парфюмерии и так далее. Живые деньги. Нужны живые деньги. Это самое важное. Когда живые деньги есть, а все остальное успеваешь. И отсюда, когда я начал аккумулировать деньги, я постоянно по такой модели работал. 60% деньги обратно реинвестировал на живые деньги. 30% капитала на, скажем, на активе. Это активы, что это? Это ресторан, я построил. Это многоэтажные дома строил, офисы, сейчас бизнес-центры строю и так далее. А 10% это долгосрочные, это садии и так далее. Сад долго окупается, но она хорошую капитализацию создает. Например, у меня хорошие фисташки в садии или там садии, которые суперинтенсивные, садии и так далее. Это мощная капитализация. Одно дерево с фисташкой живет средним. я еще нашел суперметодики даже, как это делать. Вот, если обычная фисташка 150 лет, а так, если правильно прививка делает, это правильно подойти, скажем, до 600 лет. Одно дерево может жить до 600 лет. Это крутое наследие. Это лучше, чем бизнес-центр. Поэтому я планирую 10 тысяч гектаров садий делать, из них тысячи будут фисташковые садии. Сейчас я делал 54 гектара. А у вас есть фонд инвестиционный, чтобы люди инвестировали в ваши проекты? Скоро открою. Скоро. В этом году, до конца года я планирую открывать хороший инвестиционный фонд. Почему? Потому что у меня холдинг стабильно развивается. Вот это коронавирус даже в этом периоде мы выросли 40% все равно. Отлично. Я читаю, что период... Я в очереди стою в ваш фонд. потому что я натуральные продукты продаю. Я сейчас хочу фокусироваться на натуральной продукции. И сейчас строю логистический центр в Таджикистане, ОРЦ, оптовые развитие центры. Логи-центры. Чтобы именно натуральные продукции, которые фермеры в Таджикистане производят, и помогать им создать рынок на мировом рынке. И вот я над этим очень много работаю сейчас. А вы будете развивать свой бренд вот как Тинькоу, например, там Тинькоу или Трамп, чтобы было до властвия. Да, конечно. Со своим именем, да? Да, да, обязательно. Это сейчас, видите, сейчас такое время, что личный бренд начал большой роль играть. Поэтому все эти миллиардеры, посмотрите, тоже начали вести занятия. То есть YouTube-канали начали вести там много... Но Брэнсон это всегда знал. Ричард Брэнсон, у него всегда была Virgin, он был всегда лицом бренда. Почему бы нет? Это же так правильно. Так правильно. Потому что личный бренд, она вызывает больше доверия. Когда дело касается уже твое имя, а что такое бренд? Это гарантия качества. Гарантия безопасности. Когда уже дело касается личного бренда, ты рискуешь любыми деньгами, ты готов платить, чтобы потребитель был доволен, не благодарен, не подводитель. Хорошо. Так как нас сейчас слушают почти 1700 человек и не все бизнесмены, но все хотят развиваться. Да, конечно. Скажите, а как вот идет день? Вот просто если мы возьмем, знаете, есть такое выражение, что день это как жизнь, это как жизнь. Вот возьми свой день, это вот так ты проживешь свою жизнь. Вот как вы проживаете свой день? Вот утром я услышал, вы изучаете, просыпаетесь. Можете рассказать технология дня? Да, да, сейчас скажу. Я стою всегда час до утренней молитвы. Я всегда стою час до утренней молитвы. Утренняя молитва это у вас восход солнца, да, восход солнца утренняя молитва. Это когда солнце... Это когда еще сумерки, еще когда еще темнее, еще, еще когда белая нитка, черная нитка можно так только-только различить. Вот так, да? Я почему сплюсь? У нас то же самое утренняя молитва, только у нас, когда синяя нитка с белой и когда ты можешь различить между синей с белой в одной нитке. Да, да. А у вас ровно с делом. Одинаково вообще. Да, вот видите, все, вот, вот это очень важно, осознавать, вот это сочтение этих вещей, понимать, да. Я утром встаю, час до утра получается молитва, потом читаю Коран, час язык делаю, и потом молитва, потом начинаю обязательно 40 минут, это работа над собой, это физическая нагрузка. У меня есть тибетские гимнастики, вот древневосточные гимнастики и так далее. Очередую, 8 разных гимнастик, я очередую их. И почему? Потому что нужно много энергии. Это важный час в жизни, если с утра ты энергичный, вся, целый день идет там нормальный, порядком идет. Целый день будут, ты вдохновленный, потом с утра сразу начну анализировать, у меня план неделю, обычно еженедельный план идет. Я анализирую потом, если это план еженедельный, есть ежедневный, который раскрывает, открываю компьютер, там все расписано. А жена, где жена, дети, завтра? Сейчас скажу, сейчас скажу. И смотрю, с кем я, где работаю, потому что вот это 6 руководителей холдинга у меня, каждый день с одним из них у меня работа. С самого утра с ним у меня работа. То есть, если один день российский, в другой Казахстане, вот так работаю и так далее. Они сами работают в бизнес-единице, которое у них руководство. Но я потом, получается, что в месяц один раз, конечно, все отчетности веду и так далее, смотрю, то есть анализирую и так далее. А воспитание детьми я занимаюсь каждый вечер. Я работаю с семьей, это вечером, днем тренинги у меня и так далее. Я стараюсь работать максимум 6 часов. Больше 6 часов не хочу работать. Почему? Потому что 6 часов спать, 6 часов работать, 6 часов служить. 6 часов служить. Служение выходит одновременно. Это молитвы, это воспитание детей, это позабота родных и близких и так далее. 6 часов служить. Одним словом, служение Богу и так далее. Да, все вместе. И 6 часов работы над собой. Это то, что физкультура, это то, что чтение, это то, что пишу книги. Я читаю, что когда даже пишу книги, это я не читаю работы. Это работа над собой. Ты анализируешь, размышляешь, видишь, понимаешь, как дальше, анализ стратегии и так далее. Класс. Отличная схема, вообще идеальная. А скажите тогда такой вопрос. Значит, вот если взять вот эти вот 6 часов, 6 часов работы над собой, да? Да. Там есть 40 минут спорта, 40 минут спорта. Потом вы что-то изучаете постоянно, да? Что-то изучаете. Да, я каждый день один час книги читаю. Стабильно один час книг надо читать. Иначе не успеваешь, вокруг много. А можно ваши 5 книг, которые вы посоветуете прочитать каждому? Вот возьмем сейчас уровень начинающий. Человек только сейчас, он увидел нас, задумался, с чего начать. Давайте 5 книг для начинающих и потом 5 книг для продвинутых уже. Да, конечно. Книги, которые для начинающих, я бы сказал бы, самый богатый человек в Вавилоне. Первая книга. Это очень важная книга. Думай богатей. Наполеон Хилл. Это очень важная книга. Потом достижение максимума. Брайан Трейси. Скажем, следующая книга, это Зиг Зиглар, «До встречи на вершине». Я бы это рекомендовал бы в обязательном порядке. Потом подсознание может все. Джон Кеха. Это 5 книг, которые я бы любому рекомендовал бы в обязательном порядке. И очень важно рекомендовать бы ваши книги. Действуй. Эта книга, бомба книг. Она супер помогает. Просто честно скажу вам, я прочитал ваши книги. Я вам, по-моему, когда-то сказал по записи или нет. Я прочитал ваши книги «Действуй», потом прочитал «Продавай». Мне так понравилось. За неделю я заработал 450 тысяч. Так что вы мне очень хорошо помогли в этом. Я иногда сижу, думаю, если человек не понимает эти вещи, вот эти книги для продвинутых. Вы мне сказали, 5 книг для продвинутых, да? Еще расскажу, например. Да. Книга, например, «Семь навыков высокоэффективных людей». Его надо многократно прочитать. Стивен Ковер. Его нельзя один раз вот так мимолетно пройти, это нельзя. Его надо прочитать несколько раз. Второе, я бы рекомендовал вашу книгу. Вот, например, «Продавай» или вот это. Следующий книг, я бы рекомендовал книгу этого, которая реально, скажу, мне помогла, это «Камяне лицо, черное сердце». Это супер книга, она ктаянка написала, которая как мигрант приехала в Америку. Я был в долгах, в банкротстве, мне было очень тяжело. Я был в долгах 174 человека в тот момент. Было просто адский труд. Четыре банка, около трех миллионов это все поднимало с долги. Дохода не было платить. Было очень трудно, в 2008-2008 годах, в 2007-2008 годах. Это был кризис как раз, да. Это был кризис, да. Я просто попал в долгах, потому что я привел одного американца в Среднюю Азию, он продвигал инвестиционные программы, а люди инвестировали в него, получается, потом он как-то банкротился. Кстати, он в Украине, все знают его, Роберт Флетчера. И получилось, что люди вкладывали в этих проектах, в конце концов побежали, потом требовали у меня. Я людям вернул то, что не брал. Вы понимаете, это насколько важно. Я просто очень духовный человек, стиль, думал, зачем мне это надо. Я понял, что они меня ассоциируют с ним. Я просто взял и ставил цель. Так и последний копейка вернуй. Мне сильно помогла тогда вот эта книга. Камень лицо, черное сердце. Супер книга, честно скажу. Это реально помогает. Очень сильно помогает. Да, потом это книга «Цель». Сейчас «Цель-1», «Цель-2». Вот эти книги. И потом... Как Ильяо Гольдрад, да? Да, автор забыл, честное слово. Потом книга «Маркетинг без бюджета» Марк Цутерберг, он каждый месяц читает обязательно две книги. Каждый месяц он изучает две книги. Вот мне попалась статья. И я посмотрел вот шесть его главных книг. И я себе когда-то сделал заметку, что надо купить и забыл. А вот сейчас вы мне сказали, я вспомнил. У него книга номер один для Марка Цутерберга. Называется «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Написал книгу Бен Горовиц. Да, вот я хочу ее купить. Это любимая книга Марка Цутерберга, которую он всем рекомендует бизнесменам прочитать. «Легко не будет. Как построить бизнес, когда вопросов больше, чем ответов». Очень хорошая книга, наверное. Я обязательно найду, прочитаю. Обязательно. Я вам сброшу ссылочку. Сейчас я уже не забуду ее купить. Я сейчас себе отмечу ее, сохраню. Хорошо. Это с этим мы разобрались. С книгами. Теперь дальше. Это значит вы развитие. Это спорт. Это чтение. И вы сказали, что вы пишете книги. Пишите книги. Как вы пишете книги? Вот мне интересно. Ваша технология. Есть какая-то технология? Вот как вы это делаете? Да, я скажу. Видите, я на русском до сих пор не разговариваю идеально. Я же не учился в средней школе русский язык. То есть я не ходил в русской школе, в детский сад я не ходил. Я вырос в селе. В моем селе всего 360 или 387 в семье живу максимум. Потому что в селе 426 дом, это мой дом, дальше уже села заканчивается, кладбище начинается. Получается, что там-то еще есть аптеки, магазины и так далее, и так далее, и так далее. В школе, если там 50-60 на это уходят. Или старые какие-то дома, в которых никто не живет. Поэтому, где я вырос, там мы не ходили в детский сад. Не было, не было такое и так далее. Поэтому, где я вырос, нет ни одной другой нации. В селе вырос. Я приехал в Россию, в Москву, я потом научился, да, разговор на русском и так далее. Поэтому до сих пор у меня окончания эти даже не идеальные. И я даже, это меня не смушает. Я даже об этом вообще не думаю. Меня, когда меня люди спрашивают, как вы пишете книги на русском? Действительно, я думаю на русском, потому что много читаю на русском, поэтому. Как вы пишете книги? Многие просто спрашивают меня. Я делаю так. Я всегда, в перемежутке, когда летаю в самолетах туда-сюда и так далее, всегда на диктофон говорю. На диктофон говорю. Потом у меня есть помощница, которая все, как я сказал, она набирает текст. Да. Она набирает текст. А потом это уже потихонечку-потихонечку материал собирается. То есть я возьму одну направление, по нему и потихонечку-потихонечку собираю материал. И потом я слежу, следующий шаг я составляю содержание. Содержание книг, чтобы оно было для читателя логично, понятно, что точка О начинал, точка Б уже понял, что делать и как делать и так далее. По окончании книги я имею в виду. И потом по этому содержанию начинаю уже дорабатывать, получается, доделывать и так далее. Потому что текст уже готов. Потом я сам сижу, набираю, иногда корректирую. Но потом, когда это все готово, отправляю редактору. Редактор начинает изучать, изучать, потом перевести на нормальном русском языке. Потому что некоторые мои предложения абсолютно не русские. Он начинает это привести в порядок. После этого потом еще опять корректору, потом верстка и дизайн, обратно корректору. Потом идет на печатание. Отлично. Я думаю, я знаю, что у вас в Америке тренинги. У нас осталось там всего лишь где-то минут 10 до 45 минут. Скажите, вот у вас сколько у вас детей? Сколько детей у вас, чтобы не сглазить? Девять. Сколько уж? Девять детей, чтобы все были здоровы. От одной жены или у вас четыре? От одной? Думаю, что давайте на это не отвечу. Хорошо. Ну, мусульман же можно четыре жены? Девять детей, пять дочерей у меня и четверо сыновей. Как вы воспитываете сыновей? Какие пять главных правил вы им говорите? Вот, сынок, чтобы в жизни преуспеть, ты должен. Раз, два, три, четыре, пять. Да, все это же скажу. Я постараюсь именно в школьные годы сделать несколько вещей. Несколько вещей. Сами первые. Я постараюсь, что именно пока он еще в школьные годы, его знакомить с духовным миром, чтобы у него внутренний стержень формировался, чтобы потом в жизни он не сломался. Неважно, в внешней ситуации, чтобы он не сломался. Чтобы у него вот этот духовный стержень формировался. Как меня мама воспитала, я так делаю. Второе важное, выкладываю у них финансовый интеллект. Я обучаю своих детей управлять деньгами с самого детства и говорю, что вы должны всегда понять, что в любой момент вы можете потерять папу. У меня было годы, когда отец умер. Я без отца вырос. Поэтому и никто не застрахован. Это надо осознать, это надо понять. Я обучаю своих детей, что чему вы, то есть то, что я сделал, это не все, может быть, будет и ваше. У вас будет, возможно, свой путь. Никто не знает. Поэтому вы должны быть самостоятельными. Это очень важно. Финансовый интеллект. Я вкладываю, обучаю их финансовый интеллект из самого школьного года даже. Правда. Из детства. У меня у всех детей есть свои копельки, они сами управляют, сами делают и так далее. И третья вещь, это трудиться. Я воспитываю своих детей трудиться. Чтобы они не выросли такими, что это не хочу, а это хочу, а это буду, а это не буду. Это не для меня. Я так не вырос. Слова старшие, слова родителей мы не обсуждаем. Если родители говорят, сног, делай так, надо пойти делать. Я так воспитываю по этому принципу своих детей, что доченька или сног, возьми, сделай это. Это когда он, ребенок должен научиться действительно подчиняться, понять. Потом со временем он мудрее становится. И следующая вещь, я обучаю их, чтобы в жизни в школе отлично учились. Хотя многие люди говорят, что не обязательно учиться отлично. Честно скажу, я своим детям говорю, учись отлично. Почему? Дело не в оценке. Дело в том, что оценка это не показатель твоего ума. Оценка это показатель вложения усилий. Ты не для меня учишь, не для кого-то, не для учителя. Ты вкладывай усилия. Потому что в школе тебе оценками измеряются твои усилия. А когда ты вырастешь, например, в моем возрасте, твое качество жизни это вложение усилий. А если ты сотрудником, знаешь, где ты работаешь, тебе везде сейчас KPI поставят. И это показатель. Ты достигаешь вложения усилий. Все измеряется. Нету нигде места, где без измерений. Я вкладываю в голове своих детей, что важен твой характер. Для меня важно, чтобы твой характер был сильным. Чтобы в жизни ты мог за себя стоять. Характер. А если ты в школе стараешься учиться отлично, соответственно, в жизни будешь все стараться делать на, по крайней мере, высше среднего. Вот это так и обучаю своих детей. Это действительно, я по этим принципам обучаю. И дочерей, и девчонки, всех обучаю и так. Честно говоря, вот так. Уже женились у вас кто-то из сыновей, из дочерей уже женаты? Внуки есть уже или пока нет? Не услышали еще раз, пожалуйста. Внуки есть уже, уже женаты дети? Нет, 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 нет. У меня самая старшая дочка сейчас здесь в Америке учится. Ей 16 лет. А, я понял. Хорошо. Ну, сейчас скоро начнется, будет скоро. Ну, напоследок, пожелайте что-то нашим слушателям. Какие вы им даете пожелания, вот чтобы какой-то план действий, да, вот три шага. Вот что вы желаете им, чтобы они сделали три главных вещи в жизни от Саидмурода до Владова? Да. Первый. Распишите стратегию своей жизни. Ваша жизнь все равно, когда имеет начало и конца. Это надо понимать. Пока не пишете стратегию своей жизни, вы будете жить не так, как вы мечтаете, а вы будете жить так, как получается. Это самое первое, что надо делать. Когда пишешь стратегию своей жизни сам, и у тебя ты архитект от своей судьбы, ты поймешь это, что это такое. Второе. Найдите наставника, который живет так, как вы мечтаете. Учитесь только у тех людей, которые их образ жизни вам понравится. Их образ жизни является таким примером. Не обязательно учиться у того, кто умный, знает и так. Нет. Живите только у того, кто действительно живет так, как вы мечтаете жить. Обязательно найдите такого наставника. Тогда его общество, его мысли, прочитайте его книги, его тренинги, если получите. Если нет, по крайней мере, его биографию изучайте. Тогда это быстрее, быстрее достигает вас, быстрее ведет вас туда. И третья вещь. Не бойтесь, не бойтесь ставить большие цели. Ставьте большие цели, но маленькими шагами двигайтесь. Маленькими, то есть видение надо иметь в голове большой, чтобы не сдаваться. Но маленькими шагами двигаться, чтобы вы почувствовали реализованность и вдохновение от жизни. И каждое свое достижение, как семейное достижение, отметить. И я что делаю для своей семьи? Любую вещь, которую я достигаю, собираю все свои дети, едем куда-то, отмечаем. Семейное достижение. Вот так мы делаем, честно. Это дети участвуют, они радуются. Они мне говорят, папа, следующий цель какой? Когда вы его достигаете? Я считаю, что детей словами воспитать, обучать, наверное, труднее. А вот примерами намного легче. То есть делая с ними учиться, он завтра вырастет, это станет для него стерженью жизни. Смейный закон, формироваться вот так. Вот это три вещи, которые я рекомендую. И еще одну вещь скажу, четвертый, пусть будет. Четвертый, извиняюсь. Никогда не ведите тайный образ жизни. У вас должно быть внутри и наружу одинаково прозрачно. Прозрачность и честность, она всегда делят вас уязвимыми, но будьте прозрачны и честны. В честности есть огромная сила. Не важно это перед женой, перед детьми, перед партнером. Всегда будьте таким. Ошиблись, говорите о своей ошибке, признавайте о них, ничего страшного. А вот быть скользким, хитрым и думать, что как будто это незаметно остается, это неправда. Жизнь не обманете. Жизнь никогда не обманете. Жизнь есть своя дорога, своя справедливость, своя мерильность. Он мерит вас именно тем, как вы это делаете. Это насколько важно словами не передавать. Вот сейчас я в Америке, сейчас в дальний момент обеденном прерыве с вами разговариваю. У меня сейчас тренинг, здесь владельцы бизнеса только у меня. И я вчера говорил им так. Три важные вещи соблюдайте, и вы будете гарантированы успешными. Первое. Подчиняйтесь, Слова Божьей во всем. Подчиняйтесь. Это всегда так. Подчиняйтесь, вам будет легче жить. Второе. Делайте все профессионально. Так, лявне работайте. Работайте, все делайте профессионально. Потому что только имея профессиональные знания, в любой сфере жизни можно что-то добиться. И третье. Все делайте законно. Не убегайте от закон. Если это три вещи делать человек, я убежден. Я же вижу, как люди добываются успеха. Однозначно будут успех. Класс. Спасибо огромное. Я думаю, что мы сегодня оба выполнили свою миссию, принесли пользу. Нас смотрит больше двух тысяч человек в эфире. Спасибо. Я сделаю все, чтобы это интервью прочитало максимум людей на портале 5сфер. Мы сейчас распечатаем, сделаем. Огромная польза. Спасибо огромное, что Бог благословил вас, ваших детей, всех наших слушателей. Чтобы с Божьей помощью, вот все ваши слова, я подписываюсь под каждым словом. Спасибо. Я согласен, все, что вы сказали. Я очень-очень благодарен вам. Вы для меня наставник. Потому что каждый человек, который чему-то учувствует, они являются для меня наставником. Это очень важно. Потому что такова жизнь. Жизнь, только так можно расти. Большое вам спасибо. Вы меня сейчас тоже вдохновили очень сильно. Знаете как, даже если я так же живу и все это, вот я согласен с каждым вашим словом, но когда это слышишь от кого-то, оно имеет большую силу. То есть, когда оно внутри в тебе где-то есть, оно, но ты его не помнишь. А когда ты слышишь, прямо вы меня вдохновили. Спасибо. Дальше успехов, дорогие друзья. Все, что мы, все, что уважаемый Саид Мород Довлатов сказал, сделайте. Сделайте, у вас будет счастье. Все. Спасибо. Удачи, пока. Уважаемые слушатели, спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok